Виталий Владимирович, я знаю, что Вы занимаетесь интересной группой насекомых чешуекрылыми, бабочками, листоверками. А расскажите, с чего начинался Ваш интерес в насекомых, в энтомологии? И чем уникально, полезно, вредна для человека важна Ваша изучаемая группа насекомых? Начал интересоваться насекомыми еще в детстве, когда учился в школе. Где-то класса с четвертого начал коллекционировать бабочек дневных, потому что они красивые, крупные, яркие. И меня они очень заинтересовали. Собирал также и другие группы насекомых, жуков в том числе, пчел, ось. Буквально все то, что попадалось в нашем крае, где я жил. Родился я в Черневской области, в небольшом селе. Сосницкого района, который называется Хлопяники. Мой отец был учителем биологии в нашей школе. И параллельно он часто занимался со мной, выходил на экскурсии. Тоже помогал ловить насекомых, делать коллекции и так далее. И занимался также в Малой Академии Наук, писал научные работы, доклады делал на конференциях. Когда поступил в университет, в Нежинский педагогический университет имени Гоголя, я познакомился с Шишураком Павлом Николаевичем, достаточно известным украинским энтомологом, который в основном изучает региональную фауну нашей области. И уже под его руководством начал готовить сначала дипломную, потом магистрскую работу о бабочках. Занимался, продолжал заниматься дневными бабочками, родом рептидия. И защищал, и писал магистрскую работу тоже по этим бабочкам. После окончания университета поступил в аспирантуру Института зоологии имени Шмальгаузена на Наукраине. Моим руководителем была Злата Сергеевна Гершинзон, также известный украинский лепидоптеролог, который занимается микрочешуекрылыми, в особенности молями горностаевыми и плетелидами. И она мне посоветовала взять такую интересную группу микрочешуекрылых, как листовёртки. Почему листовёртки? Потому что это одно из самых крупных семейств чешуекрылых фауны Украины. По численности видов эта группа уступает лишь совкам. Если совок в фауне Украины где-то 800 видов, то листовёрток около 500. Эти бабочки, они достаточно разнообразны. Некоторые виды из них очень яркие и не уступают по красоте, по яркости дневным бабочкам. Хотя они достаточно мелкого размера. Самые крупные из них достигают в размахе крыльев 2-3 см максимум. Но основная масса их очень мелкие. С ними достаточно трудно работать, потому что монтировать коллекции и препарировать гениталии у таких чешуекрылых достаточно трудно. И потому этой группой на сегодняшний день на территории Украины мало кто занимается. До меня в институте зоологии работал также известный украинский липидоптеролог Юрий Алексеевич Костюк, который подготовил по одному из подсемейств листовёрток фауны Украины. И на мои плечи, я думаю, в будущем ляжет подготовка и издание следующих выпусков фауны Украины, посвящённых этому семейству чешуекрылых. Эта группа очень важна в том плане, потому что среди них много вредителей сельского хозяйства, которые причиняют значительный вред различным культурам, как полевым, так и садовым, плодовым культурам. Среди них широко известны такие представители, как яблунёвая плодожорка, зелёная дубовая листовёртка, кривоусая листовёртка и тому подобное, с которыми человечество уже достаточно много лет борется, и пока что видимых результатов этой борьбы на самом деле не видно. Вот такая группа. Да, очень интересно. А как же вы лично собираете этих насекомых? Как их можно найти? В основном листовёртки ловлятся на свет. Мы используем лампы специальные, очень яркие, и листовёртки летят очень хорошо на свет. Многие виды. Но есть в этой группе и виды, которые можно собрать только вытряхиванием с кустов, с деревьев, с травы, и потом просто воздушным сачком ловить этих представителей. А на кустах они просто сидят как бы в убежищах? Да. Сидят, они ведут в основном ночной образ жизни, но некоторые виды летают и днём. Могут дополнительно питаться на разных светущих растениях, а некоторые вообще не питаются. А вот биология их хорошо изучена? Биология этой группы изучена, можно сказать, достаточно плохо, потому что в основном изучались только те виды, которые имеют хозяйственное значение. А таких видов, хотя и много среди листовёрток, но процент их, если взять в совокупности, не больше 20%, а вот где-то 80% видов биология почти не изучена. О некоторых видов мы вообще ничего не знаем. Ни кормовое растение, гусеницы, ну только, возможно, месяцы там, когда эндомологам удавалось поймать имага и всё, когда они летают. А вот влияние загрязнения, вот есть известная работа по пяденицам в Англии, когда в результате загрязнения обнаруживаются разные вариации пядениц. Тёмные, светлые, более тёмные, более светлые. А на пяденицах? А на листовёртках такое замечаете? На листовёртках я такого не замечал, и работ подобных мне неизвестно. А вот новые виды для науки, для региона можно найти среди листовёрток? Листовёртки благодатны в том плане группы, что и сейчас, даже в Европе, где фауна в листовёртках достаточно хорошо изучена, каждые годы открываются и находятся всё время новые и новые виды. Но их не столько много, допустим, как среди бабочек фауны Америки, Африки, где в основном фауна чешуекрылых изучена достаточно плохо, и там каждый год открываются несколько сотен новых видов листовёрток. В Европе и на территории Украины новые виды найти достаточно сложно, но всё равно по несколько видов в год открываются и описываются новых. Например, у меня есть бабочка, которую я поймал в Чернеевской области. Это достаточно большой род дихрорамфа среди листовёрток, но бабочки этого рода достаточно плохо изучены, потому что они ведут скрытый образ жизни, гусеницы у них развиваются на корнях растений или в стеблях растений, найти их достаточно тяжело. И бабочки мелкие, достаточно невзрачные, неяркие, и мало кто их собирает вообще, представителей этого рода. Но среди них попадаются новые виды. И у меня есть бабочка, которую я поймал в Чернеевской области, и я думаю, что это новый для науки вид, но пока что это только в одном единственном экземпляре. Когда я соберу серый, то можно будет про что-то уже говорить. Так что для этого нужны продолжительные исследования. А вот в вашей кандидатской диссертации, которую вы защитили недавно, как вы с вашей точки зрения, какое было самое интересное для вас открытие, находка? Находки у меня где-то 7 видов, которые я впервые нашел на территории Украины. Раньше до меня этих видов никто не ловил. Допустим, один из видов, тоже из рода дихрорамфа, дихрорамфа бексерозана, который не так давно описан, но был до этого известен только из стран Средиземноморья и Южной Европы. Это, допустим, его находили раньше в Италии, Испании, в Балканском полуострове. А я эту бабочку нашел далеко от его ранее известного ареала, в Сумской области, на Украине. Также, допустим, я нашел бабочку дихрорамфа Тайчиана, которая была известна только из Латвии, откуда была описана. Раньше ее нигде больше никто не находил. Еще ряд интересных находок, которые дали возможность по-другому посмотреть на распространение этих видов и на их ареал. А вот семейство бабочек, листоверток, оно очень широко распространено по всему свету. Конечно, какие-то экспедиции в отдаленные регионы были бы крайне уникальны. Да, было бы интересно пособирать, допустим, в Африке, потому что фауновесверток этого континента наиболее-менее изучено. Специалистов, которые там работали мало, и публикации можно пересчитать на пальцах, наверное, двух рук максимум. Поэтому любая находка, это был бы новый вид. Да, любая находка с этого континента, это было бы интересно. И новые виды для науки, я думаю, там бы точно начались. А вот если бороться с некоторыми вредными чешуекренулами и листовертками, можно сказать, что ведь если понизится численность каких-то видов листоверток, может быть, это не всегда может быть полезно? Я думаю, что не всегда потому, что листовертки – это один из компонентов биоциноза, и с ними трофически связаны многие группы насекомых. Это и целый ряд перепончастокрылых, паразитических, наездники, двукрылые, в том числе и разные хищные жуки, птицы питаются гусеницами и имага, листоверток. Поэтому они являются важным компонентом биоциноза в биосфере, в том числе. Ясно. Спасибо большое за ваше интересное интервью. Желаем вам успехов и новых находок, новых видов и интересных публикаций. Спасибо.